Гибрид представляет Кристина Кокс Брэд Роу И Дэми Трэхор Подозреваемый бежит переулок. Попробуйте перехватить. Пусти. Лежать? Нет, нет. Нет, нет. Омар Рейс, вы арестованы за убийство Эда Переса. Вы взяли не того. Заткнись. У вас есть право хранить молчание. Я защищал свою девушку. Судье расскажешь. Все, что вы скажете, может быть использовано против вас в суде. У вас есть право на адвоката. Подозреваемый задержан. Везем его. Вас понял. Поехали. Месть. Три года спустя. В ролях Тейлор Спрейтлер, Эриан Сукер, Эрик Эдебарри, Нилс Аллен Стюарт, Карли Кейси, Дрюв Осборн, Майя Стоя. Композитор Джейсон Брандт, Малибу, 43 километра живописного ландшафта. Оператор Джозеф Сеттель. Продюсер Марк Ферреро. Авторы сюжета – Джеффри Шэмк и Питер Саллер. Авторы сценария – Брэд Форд Холт, Шон Роберт Олсен, Питер Саллер. Режиссер – Шон Роберт Олсен. Кто это? Никто. Не похоже. Я говорила с Кимми. Она считает, что лошади нужно новое стойло. Кимми за него заплатят? Нет. Я знаю, что ты не сядешь, но хоть поешь. Спасибо. Ты не пойдешь в эту школу. Почему? Ты похожа на девушку по вызову. Мам, какая гадость. И я о том же. Пожалуйста, переоденься. Ничего не забыла? Кажется, нет. Десять минут. Нам пора. Ладно. Ладно, привет, пап. Доброе утро. Она ведь не пойдет в школу в таком виде. Боже, нет. Я отправила ее приодеться. У меня безумный день. До судебное соглашение. А мой... Не надо. Бывший босс, окружной прокурор, пытается загнать меня в угол. Ты будешь дома днем? Встреча с подрядчиками насчет цен. О, нет, нет, нет. Не волнуйся. Я сделаю все в выходные. Милый, ты постоянно работаешь. Я знаю, ты хочешь все сделать сам. Но лучше нанять людей. Сроки горят. Хорошо, наймем. Тебе тоже нужны помощники. Да ладно. Сможешь побыть с Маккензи, закончишь дела в больнице. Тебе же лучше. Нет, не могу об этом думать. Я хочу сосредоточиться на... Ну, привет. Доброе утро. Надо закончить ремонт. Мероприятие через две недели. А у нас бардак. Пожалуйста, приезжай днем. Ладно. 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 Иди. Люблю тебя. Маккензи, пора ехать. Ты ведь не надела то кружевное платье? Маккензиikum. В продолжение доклада заведующего педиатрическим отделением. Сосредоточив внимание на сборе средств, мы донесем до населения значимость детской больницы «Хоуп Вест». Хочу добавить. Благодаря Лисе у нас появилось место для проведения мероприятий, и мы предвкушаем самый успешный год по сбору средств. Спасибо, что пришли. Пожалуйста, не забудьте свои подарки. Спасибо. Новый дом выглядит потрясающе. Там есть закрытый бассейн? Да. Покупка выгодная. Дом был в залоге у банка, но еще столько нужно сделать в кошмар. Я думала, Пол все делает? Делал. В итоге понял, что не все ему по плечу. Не припомню, когда он ужинал дома или не работал в выходные. Создавать компанию с нуля непросто. Зато он больше не госслужащий. Все к лучшему. Кстати, о службе. Я говорила с Халлиганом. Эдом Халлиганом? Хочет пристроить пару миллионов в подходящий благотворительный проект. Шутишь? Я рассказала о сборе средств. Он обещал прийти. Если не сбавишь обороты, в твою честь назовут больничное крыло. Мне плевать на табличку на стене здания. Хочу, чтобы все получилось. Осталось закончить ремонт. То-то и оно. Мне пора. Ладно, спасибо за все. Не за что. Привет, вы позвонили Полу Чейзу. Оставьте сообщение, спасибо. Милая, это я. Возвращаюсь домой на встречу с подрядчиком. Помнишь, Элиот отделал кухню Мэрилин? Буду рада, если приедешь. Субтитры сделал DimaTorzok У дома большой потенциал. Все, что нужно, пара модификаций. Например, этот стол. Он может стать центральной точкой кухни, как у ваших друзей. Муж пытался сделать это сам, но при его работе времени не хватает. А нам нужно закончить. Я понимаю. Хочу спросить, не думали добавить сюда стену, разделить гостиную на две части? Не думали, но идея отличная. Надо сосредоточиться на энергосбережении. В долгосрочной перспективе при продаже дома это окупится. Думаю про точный водонагреватель, энергосберегающие окна, новую вентиляцию и кондиционер. Не думали о солнечных панелях? Я думала о панели. Кухни в ванной. Вот во что нужно вложиться. Мы можем изменить кухонные поверхности на гранитные. А что вы думаете о мозаичных теплых полах в ванных комнатах? Я не знаю, что думаю о мозаике в ванных. Теплый пол. Знаю. 90 тысяч. Да. 100 тысяч. Вентиляция и кондиционер. А это что? 120 тысяч. Теперь ты понимаешь, почему я хотел сделать все сам. Знаю, знаю. Но ты ведь тоже знаешь. Эллиот сделал Мэрилин прекрасной кухней. И она за нее заплатила. Может, это чересчур. Выберу другое место, изменю план мероприятия, можно провести его. Нет, 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 нет. Мы проведем его здесь, как ты и хотела. Тема закрыта. Мы и так уже много потратили на дом. Ладно, может, не стоит изобретать велосипед. Давай просто закончим то, что начали. Да. Я поспрашиваю. Подожди. Это Паркер, нужно ответить. Ладно. Привет. Что сказали? Ладно, я приеду в офис. Убедись, что они... Дистанционное копирование сим-карты. Копирование завершено. Я знаю все трюки той конторы. Можешь помочь? Я ищу подрядчика. Нужно сделать кое-что в доме. Ты знаешь кого-нибудь? Я думал, ты сам делаешь. Собирался, но у Лиз через пару недель важное мероприятие, и она хочет закончить. Ей сделали пару расчетов. 90 тысяч. Я надеялся, тысяч на 40. Дело не дешевое. Мы откладывали ремонт, пока дела не пошли в город. Попытка не пытка. Позвонишь после разговора с окружным прокурором? Конечно. Ладно, хорошо. В дополнение к награде за дизайнерский проект, наша компания получила высший рейтинг ассоциаций частных предприятий, так что вы в надежных руках. Мистер Шейс, если рассмотрите наше предложение, я надеюсь, согласитесь, вам не найти лучшего дизайна и качества по такой цене. Мистер Шейс, вы слушаете? Да, 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 я здесь. Знаете что, по-моему, 50 тысяч дороговато. Мне не нужен дом с журнальной обложки, но... Цена конкурентоспособная. Я знаю. Просто я не собирался столько тратить. Если передумаете, дайте знать. Да, конечно. Паркер думал насчет вчерашнего разговора, не рассматривал эту фирму. Они делали гостевой дом моей сестры. Строительные услуги в Южной Калифорнии. Вы останетесь довольны. Переоборудование кухни Desert Sand Contracting гарантирует полное обновление кухни всего за 14 дней. Desert Sand Contracting. Здравствуйте, меня зовут Пол Чейс. Мне нужно выполнить кое-какие работы. И мой друг прислал ссылку на ваш сайт. Выглядит просто отлично. Спасибо. Сайт идеи моей жены. Постоянно твердишь, что надо себя рекламировать. Чем могу помочь, мистер Чейс? Мы с женой купили дом. Нужно выполнить кое-какие работы. Я пытался сделать сам, но... Нужно, чтобы кто-то закончил. Бывает сплошь и рядом. Именно. Ничего сложного. Нужно заменить кухонные поверхности, положить плитку. Но есть один подвох. Через пару недель у моей жены мероприятие. 22-го у меня как раз заказ в Валенсии. Идеально. Фантастика. А когда приедете посмотреть на дом? В любое время. Привет. Маккензи? Я дома. Эй! Вы кто? Привет, детка. Это Хавьер, подрядчик. Добрый день. Извините. Мог бы предупредить, вы меня жутко напугали. Прости, ты была так занята, я подумала, к чему тебе это? Извините, муж не предупредил о вашем приезде. Ничего, вы, наверное, миссис Чейс. Да. Хавьер, принести воды? Да. А тебе? Нет, спасибо. Чудесный у вас дом, прекрасная собственность. Спасибо. Акры-три? Вообще-то пять. Я сказал вашему мужу, что дом в хорошем состоянии. Сосредоточиться надо на мелочах. Закончить стол, выложить фартук, разобраться с электричеством. Точно, так я и думала. Выйдет около сорока тысяч, ну как? Отлично. Фантастика. Милый? Обсудим. Да. Мы обсудим. Да, отлично. Ладно. Да, стойте, стойте. Моя лицензия. Точно. Большое спасибо. Очень хорошо. Спасибо, сэр. Он не показался тебе знакомым? Нет. Кого-то он мне напомнил. Ну, что скажешь? Думаю, хорошо. Сорок тысяч. Мэрилин потратила на кухню вдвое больше. Знаю. Пол цены в сравнении с другими. Не знаю, как он это делает. Паркер рекомендовал его. Да? Если он понравился Паркеру, я согласна. Превосходно. Позвоню ему утром. Отлично. Спокойной ночи, милая. Спокойной ночи, милая. Люблю тебя. И я тебе. Добрых снов. Спасибо, что нашел его. Не за что. СОЛЬНЫЙ ЗВОНОК СОЛЬНЫЙ ЗВОНОК СОЛЬНЫЙ ЗВОНОК СОЛЬНЫЙ ЗВОНОК СОЛЬНЫЙ ЗВОНОК СОЛЬНЫЙ ЗВОНОК ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА У неё день рождения, но, по-моему, идея плохая. Вы каждое лето отпускаете меня в лагерь? Это не одно и то же. Сан-Диего слишком далеко. Двадцатого сбор средств. Я хочу, чтобы ты была. Ну, сегодня всё, миссис Чейс. До завтра. Ладно. Спасибо, Хавьер. Спокойной ночи. Помнишь, как я учил? Буэнос ночес. На экзамене получишь пятёрку, запомни мои слова. Вот. Нашёл в той комнате. Спасибо. Грасяс. Спокойной ночи. Спокойной. Я тебе его на шею повешу. Привет, Хавьер. Заработался? Привет. Привет. И не только он. Что-то важное? Ничего. Осталась еда, но, по-моему, уже остыла. Ладно. Мила, ты куда? Закончить домашку. Значит, пропустишь интересную информацию. Мы возвращаемся в Шерман Окс? Очень смешно. Если бы вернулись, не смогли бы оставить его. Его? Лошадь? Пол, мы же обсуждали. Это Чарли. Бельгийский четвертмильный. Шесть лет. Покладистый с новичками. Спасибо, папочка. На здоровье, милая. Я люблю тебя. Звони подругам. Кимми, угадай, что? Лошадь. Это Чарли. Милый. Лошади дороги в содержании. Нет, нет, мы просто берем его на постой. Купим подержанное седло, она научится ответственности. Это будет замечательно. Будем кормить его остатками ужина? Думаю, да. Китайская рагу ему понравится. Милый, знай. Да? Нам нужны не лошади и прислуга. Нам нужно твое присутствие. Что? Что? За ужином, с посредственной китайской едой. Что? Стой. Иди сюда. Чарли. Чарли, Чарли. Чарли. Нет, черт. Да ладно. Знаю, знаю. Просто я жду звонка, а этот парень... Прости, прости. Я поговорю из кабинета. Ладно. Да? Как прошел день? Напряженно. Столько хлопот с мероприятием. Не было времени приготовить ужин. Паркер, пока не забыл, хочу поблагодарить за рекомендацию. Он просто потрясающий. Какую рекомендацию? Подрядчик. Ты прислал мне ссылку на его сайт. Я ничего не присылал. О чем ты? Вот же она. В почтовом ящике. Или была здесь. Подожди-ка. Сейчас. Не волнуйся. Столько дел, забываю, какой сегодня день недели. Я перезвоню тебе завтра. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Ресторан Улы. Тортеллини, лосось, шампанское, шоколадный десерт на двоих. В прошлом году на лечение в Хоуп Вест поступили 70 тысяч детей. Мы обеспечиваем уход за пациентами и подготовку педиатров. А в прошлом году потратили более 40 миллионов на исследования. Да, и передовые методы. Онкологическое отделение разрабатывает индивидуальную терапию для борьбы со злокачественными опухолями на молекулярном уровне. Мы проводим революционные операции по устранению пороков сердца на стадии эмбриона. Да, все это возможно благодаря щедрости спонсоров. Конечно. Сможете? Чудесно. Большое спасибо. Я немедленно пришлю бланки. Точно. И два билета на наше осеннее мероприятие. Отлично. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Девочка, ты живешь в сказке. Ради бога, это стареем. Нет, это восторг. Спокойно и тихо. Почти. Я сошла с ума или действительно вижу манеж? О, да. И конюшня за домом. Маккензи уже попросила лошадь? Я тебя умоляю. И Пол поддался. Серьезно? Да. Чарли привезут днем. Видишь? Переезд на пользу всей семье. Ты еще кухню не видела. Точно. Да. Несколько моментов. Парочка. К ужину закончим. Привет, Хавьер. Привет. Моя подруга Кейт. Привет. Привет. Это он? Да, он. Красота, правда? Классный холодильник. Пока ни поверхности, ни фартука. Ничего. Ничего еще нет. Зато плита потрясающая. Не терпится начать готовить. Синяя. Знаю. Пришлось все состричь, перекопать и добавить цвета. Здесь так все однообразно. Получится прекрасно. Так Пол оставляет тебя наедине с этим парнем? Он кажется безобидным. Точно. Нежный бутылек. Ты злая. Прости. Получила утром имейл с новыми цифрами? Билеты продаются на 105%. Да, получила. Даже без учета Халлигана? Это потрясающе. Наверное, я могла бы заставить Пола продавать билеты в его компании, но... Он такой подлизый. Он должен подлизываться. Несколько месяцев работает по ночам. А мог бы, как мой муж, плюхаться на диван и всю ночь играть в воображаемый футбол. Да, у тебя привлекательный муж и... Все в порядке? Да. Да, извини. Хочешь посмотреть, конечно? С удовольствием. Сюда. Здравствуйте. Надеюсь, вы мне поможете. Я секретарь юридической фирмы Чейза. Мы не получили сводные счета за два последних периода. Вы не могли бы прислать их мне по электронной почте? Так, отлично. Адрес – liz.chase-sobaka-gobble.net Спасибо. Большое спасибо. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Полчей из Беверли-Хиллз, Калифорния, заблокирован. Кэллиб, Калифорния, заблокирован. Не внесен в телефонную книгу, заблокирован. Калифорния, заблокирован. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Переслать Прикрепить приложение Прикрепить Что вы здесь делаете? Цепь замкнула, ищу щиток предохранителей Щиток не здесь, в гараже Спасибо, миссис Чейс Что происходит? Думаю, надо уволить Хавьера Почему? В чем дело? Ты решишь, что у меня паранойя, но что-то не так На днях я сидела у бассейна, и могу поклясться, он следил за мной Потом он подслушивал мой разговор с Кейт Вчера вечером услышала шум под окном ванной, а когда вышло, кто-то опрокинул горшок Сегодня я застала его выходящим из твоего кабинета Что-то не так Я знаю, у него лучшие расценки Может, он хорошо работает Но пока ты на работе, а Маккензи в школе, я остаюсь с ним в доме одна? Да, я знаю, знаю Просто мне будет спокойнее, если работу закончит кто-то другой Ладно Правда? Ладно Да Да Спасибо Спасибо, дорогой Позвони подрядчику Мэрилин и договорись А я разберусь с Хавьером Хорошо Идем? Ладно Кейси, отменишь мои дневные встречи? Появились дела дома Ладно Спасибо Хавьер! 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 Привет, ты рано Я вынужден попросить тебя уйти Извини Твоя работа закончена, уходи Я не понимаю По-моему, прекрасно понимаешь То, что ты делал в этом доме, просто неприемлемо Боюсь, я не знаю, о чем ты Жена сказала, что видела тебя в моем кабинете Да, я искал щиток В моем кабинете? Серьезно? А вчера вечером? Что ты делал возле дома? Я выпишу чек за все, что ты сделал, но ты немедленно уйдешь Ты хорошо устроился Великолепный дом, хорошая семья Жаль, будет все потерять Это угроза? Я кое-что знаю о потерях Человеку вроде тебя стоит подумать дважды, прежде чем принимать решение Мне вызвать полицию? Повторять не стану Еще увидимся Повторять не стану Спасибо. Больше ты его не увидишь. Обещаю. Больше ты его не увидишь. Больше ты его не увидишь. Я расскажу насчет вечеринки. Вечеринки? Да, 20-го день рождения Киме. Она арендует на субботу пляжный домик в Сан-Диего. Да. И я уже сказала ей, что идея неудачная. Но я обещала взять запасной ингалятор. Лучше перестань терять основной. А её мама будет там? Да, конечно. Всего одна ночь. Вечеринка в домике и ничего больше? Да, я так маме и сказала. Ну что? Ну что ж, я не против, а ты? Ладно. Да. Спасибо, спасибо, спасибо. Что ты творишь? Я уже сказала, нет? Не знаю. Может, с учётом происходящего, ей лучше уехать на день с друзьями. Возможно, ты прав. На мероприятии ей будет скучно. Сборище стариков. Наверное. Мероприятие. Имя пользователя Лис Чейз. Пароль. Войти. Компания Чейз Лоу. Просмотреть. Распечатать. Ашықтардың тилеге не сөйдері. Жүрямы каши. Удылдардың қызмат ода күлдері. Жапай алса кетергеле туғандар. Мені мүрім, мені мүрім койдергі. Мені мүрім, мені мүрім койдергі. Улыстың керіптартып ойып күлінді. Жаным дейши бақчасы көткелымды. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Я подключил к системе все двери и окна. У вас четыре зоны. Передняя, задняя и две боковые. Если кто-то что-то откроет, будет 15 секунд на введение кода, иначе наш оператор уведомит полицейских. Ясно. Специальные приложения позволяют следить из любой точки. Это здорово. Лицензионный совет подрядчиков штата. Здравствуйте. Я хочу подать жалобу на подрядчика. Как это сделать? Сначала назовите свое имя. Меня зовут Элизабет Чейз. Спасибо, миссис Чейз. Ваш адрес? Дирфуд Роуд, 85 Малибу. Так. Имя подрядчика, на которого хотите пожаловаться? Хавьер Рейс. Рейс. Секунду. Извините, в системе нет человека с такой фамилией. Что это значит? Его лицензия лежит передо мной. Я предиктую номер 01545. Еще минуту. Извините, такого номера у нас нет. Бессмыслица. Я же смотрю на него. Оставите жалобу на нелицензированную деятельность? Нет, не важно. Спасибо. Вот так. Какого? Спасибо, что пригнал машину. Без проблем. Выяснил, в чем проблема? Гвозди. Гвозди? Да, гвозди. Один, два, я еще могу понять. Но, Пол, я начитал 15. Ты что, ездил на стройплощадку? Что-то не припомню. Хавьер. Извини. Подрядчик выполнял в доме кое-какую работу. И у нас вышла небольшая размолвка. Пол, речь о резине на крупной сумме. Серьезная вышла размолвка. Сукин сын. Если дело в нем, смотри, где ставишь машину. Повезло, что это лишь шины. Спасибо, сэр. В любое время, сам знаешь. Хавьер Рейс. Ну же, ответь. Извините, набранный вами номер не обслуживается. Должно подойти. Отлично. Большое спасибо. Это наша работа. Не переживайте насчет кухни, я закончу с ней очень скоро. Спасибо. Спасибо, вы меня просто спасли. Так что там было? Засор? Я бы подумал, что кто-то нахимичил. Что значит нахимичил? Тот, кто знал, что делает, поработал над сливом. Точно. Он знал, что делает. Что, вы знаете, кто это сделал? Да, представляю. Не знаю, найдем ли его. Возможно, это не настоящее имя. Не волнуйся. Я же говорила, в интернете можно найти практически все. Каталог фотографий. Категория. Самые разыскиваемые ФБР преступники. «Терроризм», «Знаменитости» блоги. Так вот, что? Постарайся описать его как можно точнее. Посмотрим, что найдется. Пойду принесу еще кофе. Хочешь чего-нибудь? Нет, ничего, спасибо. Ладно, сейчас вернусь. Так. Этническая группа. Возраст. От 48 до 58. Рост. От 170 до 180. Волосы. Шатен. Глаза. Корея. Волосы. Имя или псевдоним? Почему нет? Хавьер Рейс. 28 страниц? У меня глаза в кучу. Больше не могу. Мы его никогда не найдем. Еще одну страницу. Всего одну. Ладно. Кто это у нас? Да, это он. Хор Хирейс. Арестован за неуважение к суду. В зале заседаний. Хотя бы имя есть. Что теперь? Знаешь что, дай кое-что проверю. Посмотрим. База данных исследований. Что за база? Мой муженек использует по работе. И разрешает тебе заходить? Пусти меня на один пароль от всего. Так. Посмотрим. Хор Хирейс. Вот, смотри, есть кое-что. Газетная статья? Да. Арестованный двумя годами ранее за убийство члена банды 27-летний Амар Рейс погиб в драке в тюрьме в Ланкастре. Его отец, 50-летний Хорхе Рейс, испокоримый, выразил свою ярость. Мой сын был невиновен, но система забрала его жизнь. Статья о двухмесячной давности. Откуда нам знать, что это он? Так, вот еще одна. После шестичасового совещания Амар Рейс был признан виновным в убийстве первой степени. Аплодируя решение присяжных, обвинитель Пол Чейс сказал, что это крупная победа города в борьбе с бандитизмом. Вот зачем он это делает. Пол прокурор, отправивший его сыну в тюрьму, где его убили. Боже мой, надо позвонить Полу. Не сейчас, надо узнать побольше. Думаешь, она еще там работает? Гриль-бар Парк. Извините. Мы закрыты. Приходите в пять. Мария Парра. Мы знакомы? Нет. Меня зовут Элизабет Чейс. Я надеялась поговорить с вами об Амаре. Уходите. Нам нужно лишь... У вас проблемы со слухом? Мой муж, Пол Чейс, был прокурором в деле Амара. Всего пять минут, пожалуйста. Что? Когда арестовали Амара, вы были с ним? Я уже все рассказала полиции. Мы не из полиции. Просто хотим знать, что произошло. Мы просто гуляли. Никого не трогали. Внезапно появились те парни. Иногда я видела их у бара. Принц Латинос. Один подошел ко мне. Попытался подкатить. Начал меня лапать, ощупывать. Вытащил нож. Следующее, что я вижу... Амар повалил его. Все случилось так быстро. А потом... Я смотрю... Второй парень на земле. Амар весь в крови. Копы поймали его в конце квартала. Даже не дали возможности сдаться. Просто начали бить. Вы же сказали, что он защищал вас. Это не важно. Он оказался не в том месте, не в то время. Ваш муж понял бы, если бы не думал только про приговор. Вы общаетесь с отцом Амара Хорхе? Встречаемся время от времени. У него никого не осталось. Жена умерла от рака, когда Амару было шесть. После смерти Амара он пришел в ярость. Очень изменился. А когда он лишился работы в телефонной компании, стал страшным человеком. Все говорил о мести. Чем он занимался в телефонной компании? Установкой современных систем. Он умный, но нрав у него не из простых. Эй, Лис. Привет, Лиз. Ты чего здесь мерзнешь? Его зовут Хорхе Рейс. Настоящее имя. Знаком? Нет. А должно? Ах, да. Парень из банды в Эссайде. Убийство. Я помню. Амар Рейс, сын Хавьера Сорхе? Убит в тюрьме два месяца назад. Видимо, во дворе началась драка. Оказался не в том месте и не в то время. Здорово. Я говорила с девушкой Амара. Зачем? Пытаясь понять, что происходит. Думала, если узнаю больше про Амара и его дела. Амар убил члена конкурирующей банды. Она сказала, что это самооборона. И ты ей веришь? Это возможно, нет? Девушка Амара назвала это самообороной. Окружной прокурор назвал это убийством. Но решает система. Его вину признали 12 присяжных, не я. Я просто делал свое дело, и все. Ты должна верить мне. Не важно, чему верю я. Хорхи верил в невиновность своего сына. Может, поэтому он здесь. Хорхи подделал рекомендацию подрядчика от имени Паркера. Пал. Можно гадать сколько угодно. Он винит тебя в смерти своего сына. Он пытается уничтожить нашу семью. Надо звонить в полицию. Я разберусь. Хорошо. Я разберусь. Тебе нужен отдых. Завтра у тебя мероприятие. Приду через минуту. Приду через минуту. Приду через минуту. Приду через минуту. Гейдж, это Пол Чейз. У тебя ведь есть друзья в сомнительных местах, да? Да. Хочу попросить об услуге. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Отгоняйте машину туда, за дом. Только оставьте коридор между фонтаном и правой стороной, чтобы люди смогли пройти. Сделаю. Спасибо. Это на задний двор, за бассейн. Понял. Хорошо. Сделано. Ты уже собралась? Да. Я возьму. Спасибо. Бери. Положила солнцезащитный крем? Да. Ты ведь взяла ингалятор? Да. А запасной? Да, мам. Ничего не могу поделать. Пришлёшь смс-ку, как только приедешь, и будешь отписываться каждые два часа. Хорошо? Мам, всего одна ночь. Даю слово, всё будет хорошо. Вернусь, глазом не мобьёшь. Ладно. Повеселюсь. Спасибо. Удачи. Не волнуйся насчёт Хорхи Рейса. Я разобрался. Что значит «разобрался»? Разобрался. Отпуск в Таиланде. Детская больница Хоп-Вест. Пятый ежегодный сбор средств. Привет, миссис Чейз. Привет. Думаю, всё, мы закончили. Выглядит потрясающе. Спасибо, Эллиот. Это тебе. Очень благодарен. Хорошо проведите время, ладно? Спасибо. Поехали. И ещё раз спасибо. На здоровье. Пока. Лиз, возьми себя в руки. Гости вот-вот приедут. Точно. Да, спасибо. Нужно поставить блюдо с овощами и вот это. Я проверю горелки под жаровнями. Сейчас вернусь. Хорошо? Ладно. Пожалуйста, наслаждайтесь шампанским. Увидимся позже. Спасибо. Спасибо. Мистер Халлиган, большое спасибо, что пришли. Вам спасибо. Миссис Халлиган, рада встрече. Большое спасибо. Мы скоро начнём. Мистер Халлиган выглядит довольным. Чудесно. Спасибо. Что такое? Ничего. Наверное, мандраж. Думаю, пора. Всем доброго дня. Прошу минуту внимания. Хочу поприветствовать вас на пятой ежегодной коктейльной вечеринке по сбору средств для детской больницы Хоуп Вест. Когда у нашей дочери Маккензи впервые случился приступ бронхиальной астмы, мы были в ужасе. Обошли множество врачей. Некоторых мы знали много лет, но никто не помог. И тогда я нашла Хоуп Вест. Извините. Так вот, я узнала про детскую больницу Хоуп Вест. Благодаря доктору Хардингу, доктору Дейли и специалистам по лечению астмы, теперь Маккензи ведёт жизнь обычного подростка. Бегает кросс в школе, обожает новую лошадь Чарли, а сейчас, вопреки моей воле, веселится с лучшей подругой на пляже в Сан-Диего. Прошу вас оказать тёплый приём заведующему педиатрическим отделением доктору Артура Райта. Как вам, Элизабет Чайс, ребята? Потрясающая, потрясающая женщина. Элизабет Чайс. Что происходит? Мне понравилась, Елена Рич. Извини. Оно, стой, как? Как я выжил? Ты по-прежнему ищешь лёгких путей. Нанял не тех людей. Ты знал, что Амар поступил в колледж? Хотел изучать компьютеры? Он был из следующего поколения, а ты считал его обычным преступником. Он был моим сыном. Охота на меня и моих родных не вернёт тебе сына. Знаешь, каково терять дитя, свою плоть и кровь? Конечно, не знаешь. Ты не знаешь, что такое утрата. Я тебе расскажу. Чувство беспомощности. Бессилие. Словно ничего не можешь сделать. Но теперь я могу кое-что сделать. Чего ты хочешь? Десять тысяч? Пятнадцать? Что нужно, чтобы ты оставил нас в покое? Скажи. Скажи. Я дам тебе всё, что ты хочешь. Я хочу, чтобы ты ощутил беспомощность, Пол. Я заставлю тебя понять, каково терять близких. Большое спасибо. Спасибо, что пришли. И надеюсь, вы хорошо проведёте время. Привет. Привет. Извини за опоздание. Пришлось идти пешком от дома киме. Предки поверили, что ты проведёшь ночные в Сан-Диего? Да. Класс. Здорово. Давай присядем. Как красиво. Знаю. Так тихо. Знаю. Лиз. Ты врал мне. Врал, глядя мне в глаза. И привёл её сюда. В наш дом. В этот самый день. Лиз, да, Кейси заигрывала, но я сказал нет. Я похожа на дуру. Это очевидно. Похоже, будто ты против. Если бы было что-то ещё, тебе прислали бы снимки этого. Может, вы делали это где-то в уединении. Может, там ты и проводишь все вечера. Ничего не было. Она массировала мне шею, и всё. Это он пытается разрушить нашу семью, поссорить нас. Не сваливай на него. Лиз. Лиз, ты меня знаешь? Нет. В последнее время нет. То, как ты себя ведёшь... Тебя никогда нет. Постоянно ускользаешь в офис. Как я могу тебе верить? Тем более, это не в первый раз. Ты не можешь мне это припоминать. Это было 17 лет назад. До нашей свадьбы. Может, этот Хавьер... Не такой уж и ненормальный. Я не знаю, кто ты. Мужчина, за которого я вышла замуж. Так не поступил бы. Чего ты хочешь? Что мне сделать? Скажи, я сделаю. Я хочу, чтобы ты оставил меня одну. Просто уйди. Уйди. Я не могу оставить тебя тут, Лиз. Он где-то рядом. Это небезопасно. Достаточно для одного дня. Пожалуйста, уйди. Ты... Настолько меня не уважаешь, что даже не скажешь правду? Уйди. Пожалуйста, уйди. Ты совершаешь очень большую ошибку. Кому, как не тебе. Это знать. Уходи! Уйди. Уходи! Уходи! Субтитры сделал DimaTorzok Да ладно. В чём проблема? Просто я не хочу. Смываешься из дома, чтобы провести со мной ночь, и не хочешь? Погоди. Ты думал, что у нас будет это? Да, я думал. Конечно. Прости. Думаю, я не готова. Думаешь, не готова? Можешь отвезти меня домой? Знаешь что, не могу. Крис, стой! Тупая динамщица. Крис! Крис! Стой! Я оставила телефон в твоей машине. Всё! Продолжение следует... Продолжение следует... ... ... Субтитры создавал DimaTorzok Привет, это Маккензи. Оставьте сообщение. Субтитры создавал DimaTorzok Привет, Джуди. Это Элизабет, мама Маккензи. Просто хотела узнать, как проходит вечеринка. Сан-Диего очень красиво, девочкам так весело. Как себя чувствует Маккензи? О чём ты? Жаль, что она не смогла приехать. Надеемся, ей лучше. То есть, она не с вами? Погоди, Кимми сказала, что она заболела. Спроси Кимми, где она. Кимми! Звонит миссис Чейз. Почему она думает, что Маккензи с нами? Отвечай. Она хотела повидаться с Крисом. Я обещала её прикрыть. Ладно, скажи Кимми, если позвонит Маккензи, пусть сразу перезвонит мне, хорошо? Спасибо. Привет, вы позвонили Паула Чейзу. Оставьте сообщение. Спасибо. Выявлено проникновение. Бассейн, фойе, кухня. Ну, давай, давай. Система деактивирована. Миссис Чейз, у меня кое-что есть. Я знаю, вы там. О, нет. Выходите. Хавьер, пожалуйста. Десять. Хорошо, нет. Девять. Мама, не делай этого. Заткнись. Восемь. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Три. Два. Стой, я здесь. Не делай ей больно. Хорхе, прошу. Вперёд. Ты ранена? Она цела. Я, я знаю про Амара. Не упоминай имя моего сына. Он был хорошим. Как и Маккензи. Мне жаль, что это случилось с вами. Прошу. Поздно извиняться. Дай мне телефон. Ой. Да. Все. Ну и... Элизабет Чайс, надо поговорить, приезжай домой. Папочка едет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Элизабет! Пол, берегись! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чего ты хочешь? Признай, что ты сделал с моим сыном. Я ничего не делал. Ты посмотрел на него. Я увидел преступника. Он был хорошим. Вся жизнь была впереди. Зачем все это? Это месть? Показать, что правильно, что нет. Нет! Быстрее! Беги! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ладно, девочки. Можете бежать, но вам не скрыто. Ну же! Маккензи! Дам еще один урок испанского. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Залезай, как можно тише, ладно? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Девушки отдыхают В детской больнице Хоуп Вест открывается Центр по лечению дыхательных заболеваний имени Элизабет Чейз. Да, совет директоров решил единогласно. Я понимаю, это не больничное крыло. Уговорила. Боже мой. Значит, я вас жду? При полном параде. На этот раз ты с нами. Ладно. Ну, ребята, мне пора успеть до пробок. Берегите себя. Хорошо. Увидимся. Ты тоже себя береги. Будь молодцом. Пока. Спасибо. Пока. Увидимся. Пока, Кейт. Веди осторожно. Спасибо. Поздравляю. Я горжусь тобой. Спасибо. Но ты все равно под арестом. Можно за руль? Нет. Можешь понести коробку. Спасибо. Спасибо.